Тренер, обратите внимание, сейчас его покажут. Это тренер, этот тренер братьев Кличко. Он их привел в бокс, он их с ним сделал, он их тренировал, когда они были любители. Потом был лакомолуч, катал, профессионал. То есть он их нашел, он их воспитал, он их привел в бокс, он дал им толчок. Практически ровесники эти боксеры Владимиру Матвеевичу 24 года, он призер чемпионатов Украины последних лет, призер чемпионата мира среди военнослужащих. Был Ромал Аманов, бронзовый призер юниорского чемпионата мира в Китае, бронзовый призер Кубка мира 2005-2006 годов. Но опять же, если судить по регалиям, то Ромал Аманов выглядит фаворитом. В этом бою. Аманов боксирует боксер из Азербайджана, боксирует правосторонние стойки. Знаете, так очень неудобно стоит, у него неудобная позиция такая, с ней тяжело боксирует. Для соперника. Я имею в виду для соперника, да. И так далеко бьет, с своей сильнейшей левой руки пытается больно ударить. Ну, такой непростой боксер, надо сказать, непростой, вот повторный удар слева, сильнейшей рукой, это прием очень сложный, технические восполнения очень сложные. Поэтому попытался его провести, значит умеет, значит умеет, значит порядок. Ну, пока нету никаких более-менее активных действий. Опять же, вот мы говорим, начало поединка, ну как бы разведка, это действительно разведка. Потому что, когда боксеры уходят на ринге, когда только судья дает команду в бокс, ты начинаешь смотреть на соперника двигаться и прощупывать, посмотреть, что же он умеет, и как он будет боксировать, и как он чувствует дистанцию. И с какой руки он бьет, это всегда, это уходит какое-то время на подготовку для начала боя. Сейчас уже более-менее, видимо, они разобраются, кто чего стоит, кто чего стоит, и я так понимаю, что Аманов стал более-менее поактивнее, а поактивнее в ударах, в ударах у него помощнее. Ну да, немножко размашистое, немножко размашистое, не точно, не собрано. Не концентрированное, да, те удары у него? Не собранное, они размашистое. Да, когда садим, он будет размашистое, это видно. То есть, рука, ну, большая амплитуда руки, и глаза успевают зафиксировать время полета, кулака. Ведь тут же реакция, что не будет реакция, это ведь глаза увидели в ударах, зафиксировали, глаза просто фиксировали, не растягивали, не успел сделать обычное движение, это все взаимосвязано. А когда рука, большая амплитуда, это, вы знаете, к обычному, чем можно, он пока размахивает, я пошел в логички попил, пообегал и пришел снова. Образно говоря, да. Образно говоря, да, это, это не имеет таких последствий. Удар должен быть, вот я не знаю, у нас были выдающиеся, мы говорили уже про это вот Лемеша, вот он бил, но никто никогда не говорил, что он бил. Ну, потому что его падали, а удары не было видно. Ну, каким образом, откуда, ну, это загадка Лемеша, да, что вроде все нокаутируют, а как бил и как это все происходило, никто не знал. А вы знаете, он же бил, он же не обладал мощной мускулатурой и такой физической силой, он был очень худой, подвижный, очень быстрый, вот и все. И удары, когда мы измеряли силы удара, а на приборах специальных Лемеша, он был в третьем десятке. То есть мы сейчас удивляем, Слава, а как же так? Вот ты же такой мощный, ты такой утер, а как же так? Вот сам не знаю, сам не знаю. А как же ты билешь? Вот я понятен, я просто, я не знаю, это талант, это прибор, вылетает рука, ну, понятно, тренировочный процесс, ну, понятно, подготовка. Ну, когда вылетает, тогда как-то надо, а это талант, это рожденное качество, она вылетает, я бросаю, а где мой соперник, он мне говорит, а где соперник, а где соперник? Я бросаю, и не буду соперник. Да, можно вспомнить, те, кто любители бокса со стажем, действительно помнят, как бы такая короткая схватка, и вдруг соперник Лемешева лежит, и почему лежит, совершенно непонятно. Ну, пытается, пытается Матвейчук каким-то образом быть более активным, подойти к Аманову поближе, где-то вблизи постараться переломить ход поединка. Ну, как сейчас. Да, вот пытается это сделать, но это не совсем убедительно получается. Почему не убедительно? Потому что нет четкости в ударах, нет жесткости. Они все размашены, их видно достаточно. Вот как сейчас, например, бьют, и соперник хорошо уходит. Пустоту. Ну, я могу сказать по этому поединку, что класс Аманова, класс как боксера, на порядок выше. Просто он, понимаете, он читает свой соперник, он увидит. Ну, это сразу же сказывается на счете, если в первом раунде там преимущество Аманова было минимальным, то вот уже после второго раунда его преимущество весьма заметное, и в этот второй раунд он выиграл частое, да? Да, он спокойно, без напряжения, за счет работа с навыком и обыкновенных приемов боксера. То есть не напрягает. Я не вижу, что он там через «не могу» или там стреляет в упражнение. Нет, спокойно, не могу. И самое главное, вы знаете, на ринге он чувствует соперника. Он его видит, он его читает, он его читает. И никаких там проблем перед ним Матвичук не строит. Пытается быть и что-то сделать, но для того, чтобы сделать, понятно, надо пытаться, но нужно иметь за плечами тренировки, знания, и самое главное, там, право, латность и опыт. Нужно работать над этим. И когда боксер готовится к выходу на ринг или вообще к соревнованиям, вы знаете, нужно, можно дать лопату, вот копай, 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 копай. Или там, дать, или в бассейне, плавать, плавать, плавать. Нужно правильно готовить боксера. Нужно понимать, что ты делаешь. Тогда делать. Поскольку, вот, вы знаете, я хочу сказать, что, Александр Борисович Лебзяк, у нас команда готовится к чемпионату мира. Вот для меня было неожиданно, то, что середина процесс подготовки, то есть был сбор Торской, потом, значит, должен быть Кисловодский в Чехове, последний этап. Лебзяк запланировал турнир. Вопреки всем правилам. Всю жизнь мы готовились, три этапа сбора. Первый, второй, тренинг. И таких соревнований, потому что мы готовились. У нас была подготовка к чемпионату мира, мы были нацелены. Лебзяк прерывает, вот его такое видение, оно, наверное, правило. То есть это, он четко на тренингском совете убедил, он рассказал, почему он это делает. Он говорит, боксер должен быть не камни, так сказать, боксер должен боксировать. Я говорю, ну, там были вопросы, а там, говоришь, а как вот сборная команда может подойти на пяти формы к этому турниру, потом еще к чемпионату мира, к разборочке, такого короткого промежутка времени. Он убедительно тренингского коллектива объяснил. Ну, он так мыслит, и, наверное, правильно. То есть покажет все результаты. То есть подход у него такой нетрадиционный, не шаблонный, да? Абсолютно не шаблонный. Вот он так мыслит, он так это понимает. Ну что ж, мы увидим, и, уважаемые телезрители, вы увидите сборную России практически в сильнейшем составе здесь, на турнире в Калининграде, в наших трансляциях. А еще, естественно, не раз вернемся к тому, как готовится наша команда к чемпионату мира, все ее, все этапы. Вот об этом, кстати, говорил и Матвей Коробов в нашем репортаже. Он сейчас должен быть раду, как идет подготовка. И, в принципе, капитан нашей дворной считает, что все пока идет по плану, все хорошо, все здорово. Ну и, как выступит здесь на турнире наша российская команда, мы с вами увидим, в какой форме находятся наши боксеры, на каком этапе подготовки, да? Знаете, что тренер, нельзя, он не традиционно выслит, вот не так, как вот все остальные. То есть, вот есть уже много, десятилетий, плановая подготовка национальной команды, борьбы, боксы, хоккей и так далее, и так далее. Он уходит от шаблона подготовки и доказывает, почему, то есть он рассказывает, почему он это делает. Не согласиться с ним не возможно. То есть не просто так, что вот не так больше нравится и все, это все мотивировано, да? Конечно, 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 он объясняет, он подключает научно-копульсную бригаду и объясняет, почему. Почему мы это делаем. Вот, и вы знаете, но результат покажет. То есть вот будет чемпионат мира, будет Олег Бескиклей, и мы скажем, Морген Борисович, ты был прав. То есть так национальная команда еще не готова. Вот разбиваем сборы и в середине сбора три флора. Ко боксеру и боксеру наши с нами. Тоже интересная тема, да? Конечно, и эту тему мы обязательно будем развивать и в наших репортажах, потому что это действительно необычно и очень интересно. Ну и вот здесь строка уже перешло боксерский поединок в Борцовский на какое-то время превратился. А вы обратите внимание, упал у нас Матвейчук, упал, значит, он неплотно стоит на ногах, неловко стоит на ногах, понимаете? И у него, он когда наносит удары, он не чувствует под собой ноги. Я могу это объяснить так, не чувствует ног. Он бьет руками, туловище улетает вслед за руками, ноги остаются сзади, и поэтому он теряет равновесие. То есть нехватка, ловкость, элементарная вещь, ловкость и нехватка. То есть только этим я могу объяснить падение боксера с Украины. Падение, я имею в виду, не от удара, а от того, что от неловкого движения. Боксер должен быть, выйдет когда-нибудь, великий боксер, чтобы они падали за рейки. Независимость, падали не от удара, независимость от ситуации. Ну, подскользнуться разве что могли, да? А так они всегда чувствуют под собой ноги, они ловкие, они, вы знаете, они пластичные, все великие боксеры. Я никогда не видел, чтобы так вот, когда вот раз взял и упал. Сплоткнулся там или, 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 или там, я не знаю, или не ловко за ногу, так не бывает. Потому что организм тренирован, мышцы тренированы. И, и, и ты всегда чувствуешь под собой ноги, руки, и ты весь такой, вы знаете, ловкий, подвижный. Ну, вот это вообще-то волнуетно. Да, это можно дать прячки. По-борцовски, да. По-борцовски, именно. Ну что ж, а у нас закончился поединок очередной в весовой категории до 60 килограммов, в котором очередную победу одерживают азербайджанские боксеры. Счет становится 4-1 в их пользу. А я, кстати, не зря сказал, что в Украине такие большие, богатые борцовские традиции. А счет 1-4 не видел.